Это для меня не совсем простая тема, потому что подлости, как тайны подлости, написано довольно много книг, особенно религиозных, особенно в русской философии или связанных с русской философией. И в основном имеется в виду тематика антихриста или зла. Но тем не менее я придерживаюсь уже того, как меня представили более-менее современных критических теорий, которые начались еще во франкфуртской школе и Хархаймера, Дорна, Маркузия, Хабернас. Но тем не менее современные критические теории и исследования, они намного шире, они включают и французскую постструктуалистскую мысль, и различные исследования в области антропологии, или политической коммуникации, или современной социологии и психоанализе. Поэтому намного это выглядит шире. Естественно, что в рамках критической теории исследований проблематика подлости выглядит довольно сильно, отличается от того, как об этом говорилось в русской религиозной философии, например, в школе всеединства Соловьева. И некоторые мыслители пытались связать тематику подлости с проблематикой гуманизма. Это, например, был Жан-Поль Сартер или Хайдегер. Хайдегер, например, в письме о гуманизме, он противопоставляет, и в конце письма цитирует «целительное восхождение», с одной стороны, о коем он и говорит, как о бытии мысли, и с другой стороны, опять цитирую его, злостное, злое коварство ярости, или просто коварство ярости, но он два, это в переводе Бибихина, и это коварство ярости, ярости Зорге, он, в принципе, проговаривает эту мысль несколько раз, но ее совершенно не рассматривает. Он как бы говорит в письме о гуманизме, что гуманизм может выявить себя в двух отношениях, как «целительное восхождение» и «злобное коварство ярости». Но что означает вот это «злобное коварство ярости», он этого не обсуждает, просто в этом указывает. И Сартер в том же, как вы помните, «яды», «ады» — это другие, и когда я там выговариваю для этого, конечно, для Сартера вот мир подлости проявляется в отношении между людьми и в отношении свободы экзистирования, но тем не менее вот этой тематике подлости он большего внимания не уделяет, опять же. Потом Питер Слоттердик, обращаясь именно к письму о гуманизме Хайдегера, написал работу «Ярость и время» «Азорн унцайд». Но в этой «Ярости и времени» он как раз и «Коварство ярости», о котором я говорил, рассматривает, о его многоликости, но опять внимание уделяет больше «Ярости» или различным таким эмоциональным состояниям, но не «Коварство». Я же буду говорить именно не о «Ярости», а о «Коварстве» или как это больше принято употреблять термин «Подлости». Франкультская школа или критическая теория настаивает на том, что современная философия – это такой тезис, который мне выгоден, я его использую, оно должно себя проявлять после Освенцима, или после Аушвицца. Как, возможно, поэзия после Аушвицца – это вопрос, которого никогда не задавал Адорна, но который всегда цитируется как слова Адорна, так как общее мнение неправильного цитирования, но оно настолько широко распространилось, что буквально ему приписывается то, что он прямую не выговаривал, немножко по-другому звучит эта цитата. Я к ней вернусь, но это чрезвычайно важно, что философское проговаривание о гуманизме после Аушвиццы и Освенцима должно быть другим. Но для меня еще более важно, чем вот эти слова Адорна, это размышления «Валерия по дороге», это московского современного глоссофа, который написал, издал недавно, в 2013 году, сборник такой статей, состоящих, который называется «Булаг в уме», и часть его одна посвящена Адорну и после Освенцима по другому Варламу, Шаламову и проблематике «Гулага». Вот этот вопрос, он переименовывает, как, возможно, мысль после «Гулага» или что означает «Гулаг» в нашем умышлении, в нашем уме. Для обозначения вот этой проблематики, тематики подлости, оно чрезвычайно важно. И поэтому я просто не люблю очень длинных каких-то названий, поэтому ограничился просто после «Холокоста», но имеется в виду их после «Гулага». Это не одно и то же, но тем не менее оставим это. Сегодня я буду просто какие-то картинки показывать, которые для меня не имеют огромного значения, чтобы просто двигаться куда-то. Поскольку тексты я не буду читать, это вот я указал, вот литовский такой философ был, Антанас Мацейна, немножко о его судьбе я скажу, но он был последователем Владимира Соловьева. И вот любители Соловьева из литовских философов на русский переводят больше всего Антану Мацейну. Он написал множество книг, которые буквально продолжают мысль Соловьева и Бердеева. Он такой любитель Соловьева и Бердеева, и отчасти иногда еще ссылается на Хайдегера или какую-то другую религиозную мысль. Но вот эти все авторы, существует такой сборник Антихрист, и в нем как раз представлена книга «Тайна бодлости», а другой перевод, который, по-моему, уже название, которое худшее, или, по-моему, вообще неправильный перевод, «Тайна беззакония», поскольку на литовском это звучит как «Тайна бодлости». И в «Антихристе» в сборнике, по-моему, перевод лучше. И вот там представлена вся тематика так, как «Тайна бодлости» предстоит в русской религиозной холософской мысли или, в первую очередь, холософии всеединства, но это не все авторы относятся туда, к этой холософии всеединства. Но, тем не менее, каким-то образом и не связаны. И вот эта «Тайна бодлости» в первую очередь прочитывается или как коварство Антихриста у Соловьева различным образом, или как легенда о Великом Инквизиторе. Это и у Достоевского глава братьев Карамазовых, и специальная работа с названием «Великий Инквизитор» и «Бердеевый», и с таким же названием и «Монтана Самоцейны». В других работах его тематика подлости рассматривается как тематика зла или, как я уже говорил, Антихриста. Но сложность состоит во всех этих работах и в то же самое «Моцейны». они, все эти писатели, все эти философы и писатели знают заранее, что такое зло. То есть они как бы сталкиваются с злом, и они уже перед… не задают никакого вопроса. До всякого вопроса уже знают, что такое зло и добро, что такое благо. И единственная у них задача – повествование или манифестацию другим, объяснение другим, что это такое. И как себя ведет Антихрист. Антихрист, он коварен, он показывается в образе Христа, или он показывается… Например, «Моцейна» говорит, что те, которые верят только в Христос, но не верят в триединство, не веруют в Дух Божий, они тоже были соблазнены коварством дьявола. Я не хочу вдаваться в эту всю религиозную идею, но единственное, что для меня важно, что единственную сложность, которую они видят в рассмотрении Антихриста, это именно то, что он показывается в образе Христа и в том, что он является по средневековому описи еще обезьяной Бога. То есть он везде имитирует это добро и показывается в образе добра, и отличить оказывается вот это добро от зла не всегда ясно, хотя представители каждого из этих философов думают, что он, конечно, без никаких проблем их определит. И никакого другого им опыта, кроме веры, кроме веры, молитвы и чтения книг, ничего больше не надо. То есть какая-то там особенная судьба жизненная на них не действует. Например, нацина. Он благополучно учился в различных европейских религиозных университетах, преподавал в Литве, а в 1940 году сотрудничал с, отчасти сотрудничал с литовскими националистами, которые сотрудничали, в свою очередь, с нацистами, а в 1944 году отступил вместе, вот приближаясь к Советской Армии, какое-то время провел в лагерях Западной Германии, потом преподавал остальную жизнь в Западной Германии, никогда себя не утруждая вопросами о нацизме, но иногда спрашивая, что такое коммунизм. И поэтому, но опять же, когда задавал вопрос о коммунизме, этот коммунизм никогда не предстоял в виде ГУЛАГа, а всегда предстоял именно так, как он изображался в газетах, или как изображался, то есть опыт какого-то страдания ГУЛАГовского, или Ассенсима у него, в его работах нет, и это не отражается, не отражается никак. Соответственно, исповедь, как она, или покаяние, тематика, которая присутствует в нереликвиозном смысле во многих работах после людей, которые имели многолетний опыт и концлагерей нацистских или гулацких, вот такого типа исповедей, покаяния в его работах тоже не рассматривается, как и все остальные, которые здесь упоминают. Совершенно другая традиция показывается в германской, французской философии, которая проявляется после Второй мировой войны. Все основные работы о гуманизме показываются сразу после Второй мировой войны. Сартер с 1945 начинает, Хайдегер с 1947, чуть-чуть позже, Хан Аарин начинает, примерно в такое же время, и Карл Ясперс о гуманизме начинает сразу после войны. В 1944-1945 году уже о гуманизме совершенно в другом смысле говорит и Хархаймер Ядорна. То есть оканчивается Вторая мировая война, и все задаются вопросом, каким образом это было возможно. И вопрос задается в зависимости от того, когда это задается. В 1944 году Хархаймер Ядорна задается в первую очередь вопросом, как возможно была такая пропаганда, что всех превратили солдат во Второй мировой войны, и рассматривает пропаганду, но не рассматривает Освенцим и ГУЛАГ, он отсутствует как вопрос в диалектике просвещения, поскольку еще не было и суда в Нюрнберге, и не было множества других судов, например, в Франкфурте, о майне, над надзирателями Освенцима, и такого социологии подлости никакой не существовало, и поэтому вопрос сам по себе глубокий не был задан. То, как этот вопрос задает Саартов и Хайдегер, он тоже не относится к Освенциму, ни к ГУЛАГу, он относится к некоторым другим вещам, поэтому но то, что я бы назвал духовностью, и поэтому моя лекция называется о духовной подлости, не о просто подлости. И духовная подлость, она имеет свое отношение к гуманизму, так, как прочитывает этот гуманизм Саартер и Хайдегер, я просто скажу несколько слов об этом, чтобы нам легче было договориться. Вот Хайдегер говорит, что гуманизм в первую очередь состоит в том, чтобы быть человечным человеком, гому гуманус, то есть и человечный человек различается от человека животного, от животного человека, гому анималис, или от человека барбара, гомо барбарус, то есть вот человечный, чем отличается человечный человек от этих гомо барбарус и гомо анималис. Гомо анималис, он постоянно как бы утруждает себя с проблемами собственного тела и страдания интересных, но не погружен в такую мысль, которая постоянно и внимательно к просветам бытия, и что это такое бытие в проблеме Хайдегера поверхностно, очень поверхностно к отсутствию отношений гуманизма. Гомо барбарус это те, которые не в состоянии какого-то проделать опыта с мыслью и поэтому они не называются человечными людьми. И гомо барбарус вот эти барбары были распространены понятия и в Греции и в Риме в основном это к чужакам относились и как понимаете к рабам, а также иногда относилось и к ремесленникам. И гомо барбарус это те, которые не могут быть гомо романус, то есть римляними настоящими. А римляне настоящие, как и в Греции, должны пройти некоторое обучение. И вот он говорит педагогика или по идее и гуманитас это примерно одно и то же. Значит человечный человек это тот, который приобретает проделывает некоторый умственный труд и приобретает через свой ум определенный статус, который вот описывался в Греции и в Риме чуточку по-другому и в Божьи века опять по-другому и это относилось к гуманизму. То есть гуманизм не тот, который любит других людей, это с любовью никак не было связано в то время в этих понятиях, это было связано с особым образованием и в прекрасных искусствах, например, иметь стиль, то есть например, уметь цитировать Виргилия и Авидия, позже Данте и Петраргу или Гвидо Кавальканти и других поэтов, культуазных поэтов, также писать красиво на латыни, а можно немножко и на греческом, полезно изучить геометрию, платоновскую философию, вот все эти качества вместе с патриотизмом, патриолюбии Криму, кримскому наследию, означало то, что вы приобретаете черты гомо-роматус или в конце концов человечного человека. И человечный человек, как я говорил, не имел ничего общего с понятием любви, уважения или толеранции, то есть с теми современными ценностями, которые прописываются в ООН, в ЮНЕСКО, как некоторый ориентир нашего гуманизма. Но дело в том, что в эпоху Ренессанса, как Хейдигер говорил, просыпается 15-16 век, в первую очередь в Италии, но и во всей Европе просыпается вот этот гомо-роматус, опять восстанавливается и возникает студия гуманитатис, студия гуманитатис, это изучение человечности и это изучение человечности проявляется в трех видах, как христианское обучение человечности у Размара Татамского или просто обучение философской человечности у Николи Ломера Доллы, или, например, это гражданская человечность у Леонардо Бруни и Николу Макьявели. Но тем не менее, независимо от того, христианское это будет гуманитарная и философская человечность, тем не менее, любая из них предполагала эрудицию бона арте сообучение в этих прекрасных и свободных искусствах. То, что имелось в виду, что, например, человечный человек это тот, который соблюдает кодекс Куртуазии, то есть он понимает символов высокой любви и не занимается низкой любовью или деревенской любовью. Вот эта деревенская любовь Вилани Амориа отрицалась как человечная человечность, а понималась просто она вот эта деревенская любовь просто как жажда удовлетворения телесных потребностей, а продолжение рода. Вот уже высокая любовь она понималась как некоторая группа символов цивилизацион, некоторая цивилизация и вместе с тем в конце концов это превращалось в будуар. Это Куртуазность Куртизанки. И Куртуазность Куртизанки тем не менее уже откладывалась уже она не проявлялась как студия Хуманитатис, но тем не менее она приводила и Макьявеля уже в этом отмечал, что странным образом вот эта студия Хуманитатис подводит нас к тому, что человечный человек показывается как Куртизанка, та, которая соблазняет или тот еще особенно Макьявеля в этом указывает кто тут немножко Макьявеля указывает и на то, что видимо лучшим представителем, одним из лучших представителей гуманизма является Тезаре Борджиев, он посередине это сын Александра Шестого, тоже Борджии могли смотреть различные сериалы по Борджием, но Борджи отмечались, братья Борджи, сестра Борджи и отец Борджи уже Папа Римский, они отличались в свое время как были отмечены знаком особой подлости, то есть уже те, которым было не жалко не рубить, не травить, не делать интригу, не подлоги, не вот но тем не менее им были присущи и то, что должно быть хому гуманус присуще, они были все прекрасно образованы и им было присуще вирту или виртус на латыни и итальянском это доблесть или в то время это означало интеллектуальная доблесть, не просто доблесть, но интеллектуальность доблести в их средневеком кодексе это просто доблесть которая возникает от арете отсюда аристократии но уже у цезаря Борджи и Маккевеле это вирту как и вместе с ним умная доблесть умная доблесть которая очень прекрасно соотносится с подлостью и не мешает друг другу и вот этот умный подлый человек он является человечным человеком а те которые глупые но добрые они гомо барбарус они вообще не люди они тупые исполнители чужих повелеваний или те которые следуют некоторым учениям как толпа и вот следующие вот этим учениям как толпа они не приобретают людских черт их подкупают и продают их соблазняют ими манипулируют и в принципе каждый государ каждый принц если он достаточно внушен в политике он должен поступать именно таким образом с этими нечеловечными любви или людьми или гомо анималис но тем не менее вот вот эта работа работы Макивелли они на некоторое время после смерти Макивелли всеми критиковались это долгий период такой когда каждый государь тайно читал Макивелли и всем публично его проклинал и отрицал что он его читает вплот до Сталина который тоже читал постоянно Макивелли и который говорил что вот такой идеалист глупый был Макивелли и вот это такое двойное чтение опыт двойного чтения Макивелли одно говоря другое читая и прочитывая вот он тянулся довольно довольно долгое время и понятие поэтому подлости как во всем во всем его диалектическом разнообразии оно не рассматривалось оно как бы оставлялось в стороне я бы сказал вот до 20 века ну в первую очередь с понятием подлости сталкиваются и очень внимательно на это начинают смотреть после свинцима после второй мировой после второй мировой войны правда некоторые писатели как например Владимир Набоков еще до второй мировой войны пытаются сделать некоторой такой писательской поэтической феноменологии подлости например в романе Камера Скура один из первых таких опытов исследования подлости но тем не менее вот эта подлость она эта феноменология подлости она не была полностью раскрыта и после второй мировой войны вот случилась такая странная вещь что с одной стороны тех нацистов которые ловили например Ханарет Ханарет писала Эйхман и одним из таких менеджеров скажем так Холокоста который отвечал за транспортировку евреев в Ассенцим и в другие концлагеря во время его суда а вот этот нацист Эйхман он проявил себя как полный глупец такой банальный который все время отвечал таким образом мне приказывали я исполнял законы у меня не было никаких плохих мыслей я ничего плохого не сделал и вот эта банальность удивила Ханарет но впоследствии когда уже вот эта метафора банальности зла стала распространяться Ханарет во многих интервью говорил что я имел ввиду только один случай Эйхмана но не вообще что зло банально зло разналико а не банально но и такое и другое и всякое может быть но и вот Теодора Дорнов в негативной диалектике там есть такая глава которая важна мне сейчас и которая называется метафизика Освинцима или там метафизика Аушвицца в действительности одно и то же только или в немецком или в польском мы произнесем и и вот он там задается вопросом не таким вопросом как возможно поэзия после Освинцима он спрашивает но я по памяти сейчас буду цитировать у меня тут записано пока я наиду время он цитирует примерно так я не спрашиваю вас как возможно поэзия об Освинциме после Освинцима она возможно эта поэзия но лучше я вас спрашу как вообще возможно быть человеком после Освинцима намного более серьезный вопрос задает и он отвечает а невозможно никак человеком быть после Освинцима если ты там пробыл и потом делает некое решение потому что ты если туда попал и там был но он такое обобщает это значит что ты был индивидуалистом закрытым и ничего не делал видимо перед второй мировой войной то есть ты не протестовал и ничего не сделал и этот Освинцим является судьбой и итогом мышления таких как ты и вот поскольку Освинцим случается как итог мышления таких индивидуализированных поверхностных субъектов то после Освинцима у тебя нет никаких возможностей его и осмыслить этот Освинцим поэтому он говорит этот человек после Освинцима будет постоянно спрашивать себя только об одном а то почему я не умерел в 44 году почему все мои друзья умерели в 44 году а почему я не умерел в 44 и каждый раз просыпаясь 20 и 30 лет позже он будет спрашивать одно и то же это после невозможно почему после невозможно потому что ничего не было и до потому что он ничего не сделал и до этого и поэтому как бы вот этот Освинцим у него случается я жил доброй хорошей жизнью бюргера я или например я был добрым евреем своего гетто и потом меня сцапали вот эти жуткие нацисты и то есть понятия о том почему и что произошло у этого человека нету единственное я был невиновен я был невиновен и никогда я был невиновен и поэтому я не понимаю почему все мои друзья умерли а я не умер и никакого ответа после этого не может случиться и он говорит тогда одорно что никакая вот такого типа человечность без активизма публичного активизма без критического мышления невозможно потом я перефразирую чуточку по другому одного человека из бывшего Советского Союза который говорит так пока мы читали Хайдегера интерпретировали к нам пришел большой и плохой режим почему так произошло потому что мы также поверхностно и безответственно какие-то книжки читали что-то там вникали Мацина читал одни книжки другие читал другие книжки потом пришел режим и нас все сделал потому что мы до этого не беспокоились и потом как мы задаем вопрос как мы будем жить после этого этот вопрос на этот вопрос невозможно ответить потому что сам по себе он уже сформулирован сформулирован неправильно и поэтому я потом еще сошлюсь сошлюсь по дорогу который говорит что вот этот освинцим и гулаг у нас в головах не там где-то там больше освинцим и гулаг у нас в головах совершенно по-другому переформулирую этот вопрос по-моему намного глубже Варлам Шаламов Колымские рассказы а здесь картинки не с Колымских рассказов а с Воркуты почему с Воркуты потому что я там был а не с Колымы где я не был я там действительно я родился просто в Воркуте и вот Варлам Шаламов когда пишет Колымские рассказы вот его я тут очень дешево как раз купил я читал в то время интернетные издания приехал в Минск вот с удовольствием купил почти за даром Колымские рассказы и советую вам почитать когда Солженицына спрашивали что надо читать кроме архиолога и что может ли быть что-нибудь лучше чем архиолога Гулаг Солженицын говорил читайте Шаламова я сидел там 10 лет Шаламов в общей сложности 20 а вообще с 29 с перерывами до 53 года то есть он застал первые годы формирования и написал то есть единственный человек который в состоянии было писать все это а это буквально замечательно он был вы знаете сыном попа потом его посадили как троцкиста троцкистов никогда не отпускали и троцкистов обыкновенно все время расстреливали мучили и убивали но он освободился потому что в 51 году одна женщина поделала его документы вычеркнула просто из переписанного парки его документов забыла отпечатать слово троцкист а все остальное опечатало и исчезновение этого слова троцкиста означало что он стал обыкновенным ссыльным как все на тяжелые работы обыкновенным ссыльным это значит как все и как все те которые миллионами умирали но они как троцкист которые умирали сто процентов и поэтому но тем не менее у него абсолютно очень хороший дар и борис пастернак и и в тушеньках которого я не слишком люблю очень высоко оценивали и валерий подорога философ который говорит о том что если хотите прочитать феноменологию гулага и как гулаг существует в наших умах читайте Варлама Шаламова и у Варлама Шаламова и у Солженицына существует тоже вопрос о гуманизме но он ставится совершенно радикальнее даже чем чем у Хайдегера например у Варлама Шаламова есть нечто и похожее у Хайдегера например пишет о рыцарстве блатарей о рыцарстве я смотрю много времени у меня не остается потому я возьму только и потом упомяну после Шаламова еще одного писателя который мне нужен и перейдем к вопросу но вот Шаламов пишет о рыцарстве блатаре что это означает вот рыцарь блатаре это гомо гуманус это самый высокий человек он вообще сам все сдальние гомоанималистам эти животные которые работают утрате всякое человечное там Шаламов высказывает четыре условия утраты всякой человечности или опыт утраты человечности это голод продолжительный десяток лет абсолютный голод и после этого у вас никакой человечности не остается холод жуткий градусов от минус тридцати и выше до ниже то есть до минус пятидесяти и больше когда вы замерзаете до того что вы не можете ходить никакой человечности не остается третье это постоянное избиение и постоянное избиение и унижение это опять вот способ еще два способа унижения и избиение еще два способа утрата а нет еще один способ утраты человечества изнурительный труд если вы работаете это как по Карлу Марксу если вы работаете 16-18 часов в сутки 10 лет подряд никакой человечностью вас не останется даже если вы были самыми высокими людьми если все четыре компонента сложить это и есть БУЛАГ то никаких людей там нет вообще нет но есть блатарей они не работают и всего этого не испытывают не смотря ни на что ни на угрозы убийства и среди блатарей они есть рыцари блатарей этот рыцарь блатарей меня удивило потому что это очень похоже на то как пренессансик цезаре порчи определяет свой гуманизм рыцарь блатарь это тот который умеет красиво рисовать игральные карты если он умеет делать хорошие игральные карты с химическим карандашом с закрытыми глазами то он рыцарь блатарь то есть эрудицию в искусстве они красиво рисуют уже этим у них больше человечности чем у других и примерным образом и высказывает и Шаламов 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 не был в латарь он принадлежал совершенно другой категории и он говорил скорее о том что человечность просыпается в каком-то виде но дело в том что он потом говорил Шаламов что никакой такой человечности которую вы приносите в лагерь из учебников не существует вообще ее не существует она существует совершенно в другом опыте и разницы в лагере между подлецом и добрым человеком чаще всего нету потому что она сама по себе разница между ними исчезает то что добро и что зло подлое зло оно превращается в некую гигельевскую диалектику бытия ничто в начале все было единым то есть и подлое и зло и доброе оно перестает различаться но дело в том что это сотрясение само сотрясение после того как Шаламов вышел оттуда он говорит само по себе вот это сотрясение бесконечное сотрясение это символическая драма вот это является тем чем чему ты должен и можешь быть открытым и вот это сотрясение или символическая драма она научает отношения с подлостью и подлость тогда может быть рассмотрена не как чистая негативность а в таком диалектическом развитии когда мы точно не знаем что такое не является добром например подлостью не считалось в то время предать своего отца это считалось добром это был гуманизм а вот предать идеологию партии и транскисты все были подлецы поэтому те которые предают идеологию некоторую большой народ любой религиозный или идеологический народ он побед а тот который например предает самых любимых людей он не считается подлецом он считается героем и когда Шаламов говорит ты претерпевай а его пред предавали почему он так долго сидел в одно начало потому что он как сын папа держался некоторых моральных устоев а его предавали 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 а он видел что все те которые предают постоянно погибают 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 и даже непонятно кто за то что ты держишься правое ли это дело транскизм правое ли это дело и поэтому никаким образом человечность не происходит от идеологии больших рассказов а человечность происходит от того как таким образом лично ты в своем поступке переживаешь вот некоторые экзистенциальные опыт а также опыт кооперации или сотрудничества с другими есть такой писатель джон фауз я на этом почти окончу него есть роман волк или мак на английском и вот это романе там существует такой он хит проводит эксперимент с различными учителя он там такой психоаналитик и набирает группу другие аналитиках которые в стиле театра Далерте и в стиле театра жестокости Артон делают эксперименты над своими объектами эти объекты учителей например соблазняют любовью и различными театральными постановками потом втягивают какие-то жестокие театральные ритуалы в конце концов цель таких розыгрышей есть сломать совершенно сломать личность довести его до истерики до того чтобы он сам себя не осознавал и потом отпускать и в конце пауз знаменует то что его герой который пережил вот эти самые жесточайшие душевные подлости он стал совершенно свободным а те которые не пережили вот этих духовных подлостей они не стали свободными они так и остались в идеологическом рассказе то есть свободный стал тот который вот перешел вот эти все драмы в шаламы стал свободным а когда вернулся из ГУЛАГа в Хрущевский а потом Брежневский мир вот эти все общества писателей были рабы несвободны и он с ними не общался выгонял вон и матерился на них и не хотел с ними разговаривать вообще считал что у них пусто 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 все и в литературе и в головах и в философии а пусто потому что они верят в то что говорят а говорят ерунду чтобы не говорить ерунды нужно было драматически пережить вот эту подлость это пережить эту подлость очень тяжело и вот эта подлость коварства ярости является как и Хайдегев говорил путем гуманизма или гомо гуманус это не только обучение эрудицию эрудицию инбон артис но вот это коварство ярости является еще одним путем развития человечности который совершенно освобождает от любых навязанных для этого тебе рассказов и опыта свинцима и гулага говорит примерно то же самое и чтобы доказать фаус вот эту всю теорию свою он тоже использует пример Второй мировой войны пример Второй мировой войны где его вот этот экспериментатор Хит учился у немцев жестокость испытания расстрелов и расстрелов партизан его заставили для того чтобы спасти якобы деревню он прикладом должен был убивать раненых партизан но надо было выбрать или расстреливаем всю деревню или ты прикладом забиваешь партизан это ломка которую он потом переносит на своих пациентов но уже через другой опыт я не хочу сказать что вот этот опыт булака астенсива или то что он всеобщий он должен присутствовать но как видите в рамках того же хауза и театра театра жестокости различных символических драм и опытов каким-то образом пытаются люди развить и понять вот это ховарство ярости которое Хайдегер еще раз смотрит как одну из возможностей гуманизма спасибо спасибо хауза хауза